Свой фильм прислал нам мастер из Тюмени, звать его Мызников Иван. Вот он занимается такими оформлением вот таких домов. У него богатый опыт и он профессионально занимается этими работами. Работами из орбитона. Он занимается как и лепными работами, и просто лепкой, и делает декоративный камень, и делает камины, барбекю. И вот представляете, вот такая сложная работа по оформлению особняка. И просто сделать камень, и формить цель. Ну и оформить полностью это помещение или здание в таком сказочном или замковом стиле. Вот смотрите, сначала был здесь сложенный камин, он сложен классически из кирпича, и потом идет оформление. И параллельно идет еще и оформление лестниц, и арок, и вот такой как бы каминный зал, или банкетный зал. Ну не до конца понятно, что здесь. Ну видно зал, где приготовить можно кушать, и стол. Ну то ли здесь это только приготовка, ну и может быть и будет стол сделанный шикарный, где можно будет сидеть, но что-то не хватает ширины, наверное. Все-таки это будет только приготовить пищу. А есть рядом другое помещение, где будут находиться гости или тот, кто живет в этом доме. Ну смотрите, вот такой интерьер, это мишка, который играет на гитаре. И вот смотрите, какие лестницы шикарные в этом здании. Самое интересное, что есть фильм о том, как сделать эту лестницу, и как вот сделать арки и оформление вот этих столей. Ну при желании можно найти, то есть есть много фильмов по оформлению этой, ну этого усадьбы. Ну в данном случае вот сейчас идет фильм больше о том, о барбекю. Ну и параллельно я показываю, смотрите, это вот входная группа, ну или как ее там назовем, наличник, коридор, который тоже сделан из арбитона. И смотрите, как прекрасно он работает в интерьере. То есть идет декоративный камень и какие-то колонны, типа деревянные или обитые. То есть, ну есть много вариантов, как это сделать. И потолок, и уже даже покраска. Посмотрите, такой серо-зеленый цвет камня, он, ну, хорошо смотрится, не грузит. И вот здесь такой уголок, тоже, ну, вход там в коридор. И, ну, плохо только, что боком снятым обильником, и не получается широкоформатным. Ну, смотрите, вверх сделан в таком замком стиле, замок такой, колонны с углами. И, ну, как будто раньше же не было перекрытий, то вот эти вот арки, они сделаны таки клином. Ну, как окна все они, ну, за счет клина, ну, решалась несущая, ну, как несущая нагрузка снималась с окон. Ну, и вот есть вот тоже такая фэнтези такая, где кованными элементами решены, или просто балками деревянными, там, или Голландия. Ну, короче, здесь смешание всех стилей, сказка, и замок. Ну, все это вот позволяет применять любые стили. А это вот такой вот, как бы, скала декоративная, то есть стол вырублен из такого вот большого камня. Это тоже дорогое удовольствие. Ну, дом богатый, где не обязательно с кусков камней там ложилось оформление, а можно такой целый камень брать и, как бы, обрабатывать. Ну, конечно, это имитация с раствора, это достаточно просто делать, но замысел такой. Вот здесь вот такой вот столик, в котором можно что-то складывать, видите, а здесь арочный столик. И смотрите, какое интересно оформление вот этих вот полочек, кухонной всей принадлежности. Потом все это можно будет разложить, и все это будет работать интерьером. Это оформление такого барбекю, в котором он играет и роли, и как печи. И это такой вот разделочный стол, то есть, ну, достаточно очень большой объем. Здесь оформительских работ. То есть, есть возможность здесь разгуляться. Ну, плохо, что не до конца понятно, это просто интерьер дома, или, может, у него есть задачи там типа бара. А может, человек захотел сделать такое оформление. То есть, ну, уже много современных кухон, которые делают там с пластика, там с дерева. А вот сейчас пошлила мода на орбиту. Тем более, это Тюмень, здесь охота, медведи. То есть, как бы, это тоже все, ну, как бы, может сочетаться. Посмотрите, какая интересная рамка сделанная. Так что, очень большой заказ. И смотрите, чтобы все работало, сделаны деревянные потолки с натуральных досок. И грубые такие. И, чтобы повесить шторы, вообще сделана шикарная работа с артбетона. Вот такое бревно, которое вырубанное внутри и вот сделанное под шторы. Представляете, вот такой элемент тоже можно применять. И достаточно он оригинально будет вписываться вот в такой замковый стиль. Так что, главное желание. Видите, Мызников Иван, он имеет 8 лет, уже ли 10 лет стажа работы в интерьере. И имеет и лепные работы, которые применяются. Тоже можно формовать, отливать. И скульптуры, то есть, ну, мастер широкого профиля. И смотрите, какая вот арка, которая соединяет там две комнаты. Вот оформленная в скалу с деревьями. Мечи скелебур. Ну, есть отдельный фильм, как он делает эту арку. Ну, при желании можно будет найти. Очень много работы. И сейчас, в конце сезона, мне получается собрать несколько фильмов этого мастера по оформлению этого дома. А это вот, видите, какой-то вот медведь в русской шапке на гармошке играет. То есть, ну, эта работа, я не помню, то ли из дерева она сделана, то ли из бетона. То есть, ну, не поймешь, похоже, что у нас дерево. А это уже арбитон, такая подставка под, ну, под медведя. То есть, или просто стул, вот он сделанный великолепно с арбитона. То есть, и при покраске он будет, ну, великолепно смотреться в этом здании. И видите, какая сложная работа, там она как бы вырубанная. И она как будет подставка, ну, я видел там эскиз, медведь на ней сидит. Или тот деревянный будет сидеть, или там другой, может, он будет шерстяной. Ну, это как бы, ну, макет, не макет, как он правильно называется, чучело медведя. То есть, ну, думаю, есть и мастера, кто делает чучело с медведя, или это куклы. То есть, есть много вариантов украсить этот дом. Вот, смотрите, это вот барельеф с живописью. Смотрите, какая великолепная работа. То есть, и, смотрите, крыша сделана, ну, не знаю, это беседка, может, сложно мне сказать. Вот она сделанная под арбитон, и с натуральным деревом, и с живописью, и все это сочетается. То есть, сейчас уже такие технологии, и уже столько мастеров, что можно делать любые работы с арбитоном. И даже, если присмотреться, там есть натуральное дерево, как бы, и, не знаю, листочки деревьев, ну, может, это пластиковое. Ну, есть варианты, что, как бы, листья сделанные, ну, как натурализм дает, усиливает работы с арбитоном. А это, смотрите, какая ковка лестницы. Я у нее держался и решил показать. Ну, есть по лестнице мастер-класс, как делается лестница. И вот есть фрагмент оформления такой лестницы, углов. Можно такие карнизы делать, и там панели. То есть, это все возможно делать, и вот, как бы, развивать это целое направление по оформлению домов. А это вот такой общий вид комнаты. Смотрите, светильник какой. А это вот уже так выглядит. Камин, он сделан кирпичный и оформленный под арбитон. А это столы. Смотрите, столешница, наверное, там шикарная столешница, а бока оформлены вылепленные вот с арбитона под бревна, под заклепки. Вот, видите, уже покрашенная рамка. Непонятно, что там будет картина, или там уже что-то есть готовый элемент там или электроника. Я не успел разглядеть. И вот уже так выглядит оформление и под шторы. То есть, все это можно красить, и потом, если чешу, не будет похоже на бетон. А столешницы, они могут из гарнита сделать. Вот, посмотрите, поближе показывается, как выглядит вот такой фрагмент гордины, или как ее правильно назвать. Ну, там целлофаном закрыто, чтобы не пачкать уже готовое изделие. То есть, ну, возникается много мороки, но это уже издержки этой работы. Вот и внизу дерево, и подоконник сделан, и окно. Все, короче, тут вроде бы такой страшный материал, цемент, арт-бетон. Но, оказывается, в покраске это великолепно работает. И работает вот с мебелью, и там с паркетом. То есть, вы смотрите, какой медведь расписанный. Это все уже такое индивидуальное, ну, авторская работа. Ну, вот так вот выглядит вот такой каминный зал. Видно уже, посмотрите, какие столешницы. Ну, я думаю, в магазине продуется такой целый куски, там, или гранита, я не знаю, или это капель такой. То есть, ну, можно подобрать любые материалы. А здесь даже такие, вот видели, бивни мамонтов. То есть, вот, и... А медведь, за что я говорил, это лепной медведь, он, ну, формуется, и... Можно отливать их, тиражировать. То есть, очень часто вижу, вот, медведя, которые... Иван продает даже по всем, ну, по всей России, кто хочет заказать такого медведя. Он, я думаю, он относительно недорогой, потому что его можно тиражировать. И вот на камин его ставишь, ну, не стоит его обязательно повторять. Просто есть форма, и это отливается, и делается. Вот, вот такая вот, смотрите, работа. Вот, бивни непонятно с чего не сделаны. Они, может, точеные, деревянные, и просто прицепленные к стенке. То есть, это тоже имеет право, вот, где-то бетон, где-то дерево, где-то... То есть, не отличишь, на таком высоком уровне все сделано, что то, где бетон, а где дерево натуральное. Ну, вот, видите, уже там полы, кафель идет, и уже идет покраска. Ну, вот, сам мастер позирует около этого камина. Ну, не камина, а барбекю. Ну, вот, в мастерской Колесникова я вот решил кинуть эскизики. У меня очень богатый кайбокадо-коллекция разных художников. И смотрите, какие наработки есть. Ну, то есть, за, там, 30-летний опыт у меня собрано столько эскизов разных направлений, что вот можно применять. Смотрите, какой камень просто нереальный. И большой, и малый. А это вот, смотрите, работа просто тоже бомба с дерева сделана. То есть, можно делать, что захочешь. А это вот такую работу я как-то делал в Крыму. Вот такие вот лишаки. А это, смотрите, вот вообще шедевр. Смотрите, как можно было оформить лестницу камином, цветочниками. Ну, это вот Шлыков такие есть, художник, который вот такой эскиз барбекю сделал. Ну, и вот такая целая панорама с живописью, как оформить охотничий дом.